Сегодня я покажу как приготовить обалденный пирог со смородиновой начинкой. Все делается легко и просто. Что нам нужно? Ванильный сахар, разрыхлитель, 3 яйца, мука, пол пачки маргарина, сахар и варенье. Варенье у нас смородиновое, очень вкусное и свежее. Давайте начинать. Для начала мы разбиваем яйца, разбиваем 3 яйца в емкость, добавляем сахар, сахара я добавляю 4 столовые ложки, добавляем ванильный сахар. Далее мы берем маргарин, маргарина пол пачки, это 100 грамм. Он должен быть комнатной температуры, чтобы он легко резался, мялся. Разрезаем его на вот такие вот части, чтобы легче было размять. Добавляем разрыхлитель. И все это дело перемешиваем. Сначала мы мешаем вилкой. Стараемся все перемешать. Вот так у нас все получается. Потом мы добавляем муку. В муке я добавляю пол килограмма, можно чуть-чуть больше. Вымешиваем все это наше тесто. Месяц оно очень хорошо. К рукам почти не прилипает, потому что у нас в составе маргарин. Хорошо вымешиваем до однородного состояния. Все, тесто у нас готово. Даем тесту немножко постоять. Буквально минут 5-10. В это время мы берем противень наш, на котором мы будем запекать пирог. Берем пергамент. И отрезаем пергамент по размеру нашего противня. Моя посудина круглая, поэтому нужно немножко обрезать уголки. Будем делать все красиво. Мы никуда не спешим. Времени у нас очень много. Вот так вот все красиво у нас получилось. Берем тесто. И разделяем его на две половины. Одну половину мы откладываем в сторону. А вторую половину выкладываем в нашу форму для запекания. Потом аккуратно, руками вот так вот, не спеша, мы все разминаем. Делаем, так сказать, блин. Даже оно похоже на заготовку для пиццы будет. Вот так вот все равномерно мы разминаем, чтобы у нас закрыло тесто всю нашу форму. Края мы немного подгибаем. И выкладываем начинку. Начинка у нас, повторю, смородинная варенье. Варенье самое свежее. Варил я его вчера. Все мы выкладываем. Потом равномерно все это распределяем по всей плоскости. Вот так вот все красиво это выглядит, контрастно. Все, начинка у нас уже на пироге. Пол дела мы сделали. Смотрите, все как ярко, красочно, аппетитно. Все уже выглядит. Дальше мы берем еще кусок пергамента. И берем вторую половину теста. Из этого теста мы делаем такой же по форме. Не могу сказать, что это коржик. Ну, делаем вот такую вот круглую штуку. Круглый блин. Заготовку. Все разминаем, разминаем. Повторю, мы никуда не спешим. Делаем все хорошо. Берем крышку. У меня нету маленького стаканчика или стопки. Берем крышку вот от большой пластиковой бутылки. И делаем вот такие вот вырезы. Это уже по желанию. Кто как хочет. Можно без них делать. Вот так вот лишнее тесто мы убираем в сторонку. Оно нам еще пригодится. Дальше в видео я покажу для чего. Все. Дальше мы аккуратно поднимаем наш пергамент. С этой заготовочкой. Делаем все аккуратно. И выкладываем в нашу емкость для запекания. Вот так вот. Пергамент легко убирается. Потому что тесто у нас жирненькое. В составе у нас маргаринчик. Все вот так красиво уже все выглядит. Поправляем края. Потому что в некоторых частях вот пергамент торчит. И он попадает между нашими слоями. Все это мы аккуратно поправляем. Чтобы у нас варенье при запекании не вытекало по сторонам. Далее мы вот так вот по периметру прижимаем. То есть склеиваем два наших слоя. Дальше мы берем у меня алыча. Можно сливы, можно абрикосы. Что хотите. Вытаскиваем косточку. И разделяем на две половинки. Далее мы эти половинки вкладываем в наше отверстие в пироге. Вот так вот мы все разделяем. И вкладываем. Делается все легко. Все просто. Похоже это на большую яичницу. Но это намного вкуснее, чем яичница. Дальше мы выкладываем наши кусочки. Которые из отверстий получились. Вот так вот я их сделал. В форме листиков. И на эти листики по желанию. Тоже добавляем варенье. Это все делается для красоты. Так что у кого насколько фантазии хватает. То и делаем. Вот так вот все красиво, аппетитно получается. Далее ставим вперед пирог в разогретую духовку. Ставим мы на 30 минут. И пирог у нас готов. Пирог получается мягкий. Рассыпчатый. Очень вкусный. Единственное, что у нас, видите, алыча наша, она при запекании уменьшилась в размерах. И позападала в эти отверстия. Но ничего страшного. Вкус и аромат пирога от этого не изменился. Всем приятного аппетита. Пробуйте, готовьте. Рецепты очень простые. Справится с ними даже ребенок. Смотрите мои другие видео. Там будет очень много полезных, простых, а главное, самых вкусных рецептов. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok